Во имя Отца и Сына и Святаго Бога, Аминь. Истворение святителя Анна Завтауста, беседы на Святой Евангелие от Иоанна. Никто пусть не ищет своего, а пусть ища своего, всякий имеет в виду ближних, что наши, то и их. Мы одно тело и члены, и части друг друга. Не будем же в отношении друг к другу, как разделенные. Пусть никто не говорит, какой-то мне не друг, не родственник, не сосед, у меня нет ничего общего с ним. Как мне приступить к нему? Как начать разговор? Если он и не родственник, не друг тебе, все же он человек одного с тобой естества, имеет одного владыку, сараб, сожитель. Так как живет в одном с тобой мире. А если еще содержит одну веру, то вот он и член твой. Какая дружба может произвести такое единение, как сродство веры? Мы должны показывать не такую близость, не такое иметь общение между собою, как друзья с друзьями, а как члены с членами другого высшего дружества и общения, чем это не найдет никто никогда. Ты так же не можешь говорить, откуда у меня близость и связь с таким-то. Как не можешь сказать этого о своем брате, потому что это было бы смешно. Но все мы крестились в одно тело, сказано. Для чего же единое тело? Для того, чтобы не разделяться, но взаимным согласием и дружеством сохранять связь с его телом. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь самих себя. Потому что сказано, никто никогда ненавидел плоть свою, но питает и греет ее. Для этого Бог дал нам один дом, мир этот, разделил все поровну, одно для всех вожег солнце, распростер один кров, небо. Устроил одну трапезу, землю, дал и другую трапезу, которая гораздо важнее этой. Но также одно, соучастники таинств знают, что я говорю. Он даровал всем один духовный образ рождения. У всех нас одно Отечество на небесах. Все мы пьем из одной и той же чаши. Ни богатому он не дал ничего больше и драгоценнее, ни бедному ничего меньше и малоценнее. Но всех равно призвал. И как плотские, так и духовные блага равно сообщил. Отчего же такое неравенство в жизни? От любостяжания и высокомерия богатых. Но, братья, да не будет впредь этого, так как у нас есть нечто общее и необходимейшее, что соединяет нас воедино. То не будем разделяться из-за дел земных и ничтожных. Разумею, богатство, бедность, плоское родство, вражду, дружество. Все это тень. Еще ничтожнее и тени для тех, которые соединяются узами высшей любви. Будем же сохранять эти узы неразрывными. И никакой злой дух не сможет проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. И так да будет оно во всех нас благодатью человеколюбием, Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресна и во веки веков. Аминь.